Парусное учебное судно Херсонес было построено в Польше в городе Гданьск в 1989 году и первоначально носило имя Александр Грин. Но после завершения строительства в честь тысячелетия Крещения Руси трехмачтовый фрегат получил название Херсонес. Построен он по прототипу судов начала 20 века и имеет полное парусное вооружение. А мировую известность Херсонес получил в 1997 году, став последним судном, обогнувшим мыс Горн под парусами на выключенных двигателях. Почти 11 лет парусник не выходил в море, стоял в порту Керчи и фактически был разрушен. После проведения восстановительных работ осенью прошлого года Херсонес впервые за долгое время отправился в свое первое плавание и участвовал в регате. Мы подняли первый парус перед выходом на регату и потом, когда пришли в Новороссийск, уже приняли участие в регате, на старте мы первый раз подняли всех курсантов на самый верх и подняли все паруса. Это был такой неописуемый восторг, потому что судно, которое простояло столько лет, почти умерло и со всеми парусами показало, как говорится, миру еще раз свои паруса. Сегодня на борт легендарного судна могут подняться все желающие. Главное иметь при себе документы, в том числе и на детей. Великолепно. Очень бы хотелось сходить на этом корабле куда-нибудь по морю. Вообще люблю на катерах и ходил, на больших этих ходил, а вот именно на паруснике ни разу. Это же своего рода история наша, именно мореходство. Сейчас на борту Херсонеса 107 курсантов Ростовского института водного транспорта. Алексей уже месяц на судне и в эти дни рассказывает гостям об истории фрегата. Моряки проводят также экскурсии, в ходе которых можно побывать в каютах корабля и даже зайти на капитанский мостик. Мечта о море всегда останется со мной, я всегда буду хотеть в море выйти. Для меня море, знаете, стало неким домом вторым. Величие парусных судов можно оценить и на фотовыставке, которая открыта на борту Херсонеса. Художники-маринисты показывают Россию как морскую державу. Самым большим количеством парусников, шестью, в том числе такими, как Крузенштерн, Седов, Надежда и другими владеет наша страна. Фотографии они передают романтику моря, величие белоснежных фрегатов. Это действительно красиво, потому что парусник – это произведение искусства. 7 мая парусник выйдет из Сочи в Севастополь, сделает техническую остановку в порту Новороссийска и дальше будет курсировать вдоль побережья Черного моря. Рината Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.